Вторжение. Часть 2. Перевод. Да и в целом он довольно плохо обставлен для такого особняка. Есть места, где явно висели картины. Видно, что передвигалась мебель. Очевидно, это место было заброшено и разграблено. Похоже, мы в том же временном отрезке, откуда и пришли, но переместились географически. Мы не нашли никаких карт или каких-то полезных вещей, кроме консервов. Консервы были неизвестных брендов. Может, это какие-то местные производители. Но это может говорить и о том, что мы куда дальше от дома, чем я мог предположить. Нужно сохранять свежий рассудок. У нас случился спор по поводу похода в подвал. Я был против. Но трое были за. За то, чтобы ломать замки и исследовать его. Мы были уверены, что не встретим ничего подобного, виденному прошлой ночью. Мы были правы. Я знаю, это звучит бредово, но меня тревожит мысль, что та штука с артом на локте, что укусила Тергера за плечо, когда-то была человеком. Мне стали задерживаться там слишком долго и не выяснили этого. Хэндек нашел связку ключей на кухне. После того, как мы снесли уже половину замков молотком из садового сарая. После того, как тварь решила, что Тергер не очень вкусный, а может потому, что я подстрелил его прямо в центр массы, мы обратно заперли оставшиеся целыми замки. Ну, надеюсь, этого хватит. Кожа твари легко поглотила энергию выстрела. Да и у нас не так много боеприпасов, чтобы стараться убить тварь. Мы перевязали рану. Тергер, похоже, будет поправляться пару дней. Может, чуть подольше будет зарастать рана в его самолюбии. Этот дом опасен, но нам, по сути, некуда идти. Завтра мы побродим пару часов и повернем обратно, если не найдем чего-то лучшего. Или хотя бы какой-то точки, с которой видно, куда идти. Это вторая запись, в которой описываются наши попытки вернуться. Доктор Пидмунд. Конец записи. Ночь вторая. Один патрон потрачен в наличии 70. SCP-420. Агрессивное кожное заболевание. Объект номер SCP-420. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. SCP-420 следует хранить в сейфовой ячейке. 1014-420 в зоне. Для извлечения объекта из ячейки требуется третий уровень допуска. Образцы SCP-420-1, незадействованные в испытаниях, следует хранить в открытых контейнерах для опасных веществ с маркировкой SCP-420-DEACT. В сейфовой ячейке 1014-420 до утраты активности. После этого образцы могут быть утилизированы как жидкие биологически опасные отходы. Дату и время помещения образцов SCP-420-1 в контейнера для опасных веществ следует заносить в протокол. Субъекты, пораженные SCP-420-2, неконтагиозны и подлежат содержанию в стандартных одиночных камерах для сотрудников класса D. С наступлением третьей фазы суточную норму пищи субъектов следует увеличить вдвое. По достижении четвертой фазы за субъектом устанавливается постоянное наблюдение на предмет перехода в фазу 6, с наступлением которой субъект подлежит устранению посредством высокотемпературной кремации. Описание. SCP-420 – загрязненная бутылка без пробки, содержащая жидкость, которая обозначается как SCP-420-1. По органолептическим свойствам соответствующей виски марки «Удалено». При опустошении бутылки некоторое количество SCP-420-1 остается на ее стенках, со временем стекая на дно бутылки и образуя слой толщиной несколько миллиметров. Употребление SCP-420-1 приводит к развитию SCP-420-2, не смертельного, но все поглощающего повреждения и мутации кожи и эпитериальных ороговевших кожных придатков, то есть волос и ногтей. Субъекты, пораженные SCP-420-1, подлежат постановке на содержание для дальнейшего изучения. SCP-420-2 излечимы на ранних стадиях. Во всех известных случаях SCP-420-2 поражало только людей. SCP-420 невозможно отмыть, так как любая попадающая внутрь жидкость превращается в SCP-420-1. Вылетая из бутылки-1 сохраняет свойства до 48 часов. Химический анализ не обнаруживает каких-либо аномалий в SCP-1, ни до, ни после утраты активности. Свежая SCP-1 идентична по составу виски марки «Удалено». И наряду с вышеописанным эффектом имеет опьяняющее действие, аналогичное указанному виске. После потери активности SCP-1, ее состав становится идентичен концентрированной моче. Лабораторное исследование, которое после обеззараживания показало, что она могла бы принадлежать мужчине в возрасте около 50 лет, страдающему тяжелым поражением печени. Дальнейший анализ, проведенный с помощью «Данные удалены» показал, что в моче содержатся следовые количества «Данные удалены». Сходные с SCP углубленное исследование показало, что «Данные удалены». Развитие-2 в некоторой степени индивидуально, однако в целом его можно разделить на несколько фаз. Подробные описания для медицинского применения переведены в приложении в медицинском документе 425-1. Ниже даны краткие описания для обеспечения сдерживания. Фаза 1. До 12 часов с момента употребления-1. У пораженного субъекта наблюдается сухость и отечность слизистых оболочек, полость рта. Речь становится неразборчивой. Следует иметь в виду, что неразборчивость речи не вызвана опьянением. В течение 24 часов с момента употребления-1 ногти на руках субъекта становятся крайне хрупкими и растрескиваются по всей длине, вызывая кровоточивость ногтенного ложа. При этом возрастает скорость роста ногтей. Неизбежно происходит вырастание ногтей, однако инфекция в рожьих ногтей и открытых ран ничем не отличается от неаномальных случаев. Поражение волосяного покрова субъекта развивается сходным образом. Фаза 2. 1-2 недели после фазы 1. У субъекта развивается сухость кожи и пара кетароз. Роговой слой начинает трескаться и отшелушиваться. При этом, как и в случае с ногтями и волосами, скорость роста кожи увеличивается. Взамен утраченные ткани нарастают более толстые и тяжелые слои. Генетический анализ кератиноцинов выявляет мутации, характерные для рака кожи. Также в этих тканях происходит повышение вускулиризации, сходное по картине с неоангиогенезом вокруг метастатических раковых клеток. По всем внешним признакам такое поведение характерно для раковых клеток. Однако пораженные тире-2 клетки не проявляют склонности к отделению и системному распространению. Следовательно, прогрессирование тире-2 в фазе-2 нельзя назвать злокачественным. Даже при введении взвеси пораженных тире-2, гератиноцитов, в системный кровоток они либо мигрируют обратно в кожу, либо погибают. Ведется исследование причин, по которым данные клетки, в генотипе которых имеются все признаки АТП, не проявляют признаков злокачественности фенотипически. Заинтересованным в участии сотрудникам, обладающим должной квалификацией, просьба обращаться ко мне, доктор Эрсон. Иннервация пораженных участков полностью сохранена. Рост кожных складок в полости рта субъекта исключает возможность вербального общения. Однако наросты располагаются таким образом, чтобы не препятствовать дыханию и приему пищи. Зараженные выказывают полное безразличие к виду потребляемой пищи. Вне лабораторных условий наблюдался только один случай развития пораженного далее второй фазы. Большинство субъектов, пораженных SCP-420, погибают от недоедания, пищевого отравления, раневой инфекцией или хронической алкогольной интоксикации, вызванной чрезмерным употреблением тироадин в этой фазе или ранее. Фаза 3. 3-6 недель после фазы 2. Зараженные теряют иннервацию кожи и придатков. Нервы в коже продолжают расти неконтролируемо, но более не посылают сигналов в центральной нервной системе. Генетический анализ образцов кожи с этого момента выявляет изменения клеток кожи настолько выраженные, что их геном теряет сходство с человеческим. Хотя мутации в образцах каждого зараженного предположительно носят случайный характер. Сравнительный анализ образцов от разных зараженных свидетельствует об общем мутационном пути, ведущем к формированию сходного итогового генотипа. С вариациями на этапах мутации. Другими словами, кожа зараженного становится полностью отдельным организмом, возможно представителем иного биологического вида, родственным кожи других зараженных. На этой стадии в коже могут формироваться объемные образования по строению аналогичной другим видам тканей, например мышечной или секреторной. Также на этой стадии растрескивание и отшелушивание кожи замедляется, хотя и не останавливается полностью. Кожа формирует множественные толстые складки, под которыми скрываются обнаженные кровоточащие ткани. На случайно расположенных участках кожи отрастают волосы и ногти. Фаза 4. От 3 до 7 дней после фазы 3 кожа начинает произвольно сокращаться и сгибаться без видимой закономерности. Ранее отграниченные объемные образования превращаются в связанные покровы, сократительные и прочих тканей. Начинают формироваться маленькие фистулы, связывающие внешнюю поверхность кожи с кровеносной системой носителя. На этой стадии они практически не функционируют. Большая часть пищи поступает через рот носителя, хотя сам носитель очевидно не участвует в данном процессе. По данным позитрон-эмиссионной томографии выявлено, что мозговая активность на этой стадии сводится в основном к ужасу и панике, а области, задействованные в работе жевательного аппарата, неактивны. Напротив, жевание и глотание принудительно вызваны движениями мутирующей кожи. Фаза 5. Один-два дня после фазы 4. Фазы 4 и 5 могут значительно перекрываться. Некоторые части кожи могут входить в фазу 5 значительно раньше остальных. Беспорядочные сокращения кожи уступают место организованному движению. С этого момента кожа может считаться самостоятельным организмом. Она двигает телом как марионеткой, хоть и медленно, и проявляет некоторую разумность. Этот организм всеяден. Его рацион питания состоит из падали и по возможности мелкой добычи. Кожа осуществляет внешнее пищеварение, выделяя прозрачную ферментирующую жидкость на предложенную пищу, оставляя ее перевариваться, а затем обволакивает ее складками. Поглощенная пища попадает в складки, выстланными толстыми жесткими волосами, и кератиновыми пластинами, и ведущие фистулы. В этих полостях пища перетирается кератиновыми пластинами, фильтруется и всасывается в кровь носителя. Сканирование активности мозга показывает, что на этой стадии большая часть носителей сходит с ума. Тем не менее, некоторые остаются достаточно спокойными и нормально воспринимают сигналы от глаз и ушей. Фаза 6. Большая часть зараженных остается в фазе 5, неопределенно долго. Фактор, приводящий к переходу в фазу 6, неизвестен. Кожа начинает быстро отращивать волосы и кератиновые зубы, набирать вес, а также данные удалены. Зараженные, выказывающие признаки начала перехода в фазу 6, должны быть немедленно уничтожены посредством полной кремации. Лечение. SCP-420-R2 может быть вылечен в первой фазе проведением комбинированной терапии, включающей лучевую и химиотерапию, в сочетании с внутривенным введением вещества 420-A09-T-T174B. Шансы на выздоровление при проведении этой терапии, то есть полное исчезновение SCP-420-R2 – 73%, вероятность летального исхода – 21%. Начиная со второй фазы, применение 420-A09-T-T174B замедляет развитие SCP-420-R2 от 2 до 10 раз, но редко приводит к полному излечению. Вероятность полного излечения падает примерно на 25% каждый день, начиная с проявления второй фазы. Кроме того, 420-09-T-T174B как минимум является составной частью триггерного фактора, вызывающего переход SCP-420-R2 в шестую фазу. Соответственно, в пятой фазе его применение должно быть прервано. Протокол захвата 420. SCP-420 был обнаружен среди вещей неопознанного бродяги в... Великобритания. Для расследования сообщений о тролле под мостом были высланы агенты, обнаружившие вышеупомянутого бродягу в пятой фазе поражения SCP-420-R2. Кожа захваченного использовала SCP-420 для постоянного восстановления объема и употребления SCP-420-R1 через фистулы, используя в качестве основного источника питания мусор домашних животных и удалено. Бродяга был захвачен и обозначен как SCP-420-R1. SCP-420-R1 погиб в ходе экспериментов 2010 года и был кремирован после аутопсии.